Насколько эффективным оказался реворг Зула? И как последние изменения повлияли на мету? С тобой Арго и в этом ролике тебя ждет актуальная статистика по каждой лиге Топы самых сильных, слабых и популярных героев на текущий момент В этом выпуске мы проанализируем ключевые изменения последних двух обновлений и увидим их эффективность на сегодняшний день Конечно же расскажу тебе о самых слабых и сильных героях в каждой лиге Также начиная с этого выпуска буду приводить тебе статистику самых популярных героев Чтобы ты мог видеть достоин ли тот или иной герой быть на самом деле популярным И конечно же не могу не напомнить тебе о том, что по-прежнему берем статистику с интернет-ресурса Heroes Profile Который создан рукоделами популярного ранее Ходз Лога Начнем мы с ключевых изменений в патче 49.3 Где Азмодану топот поменяли местами с поручной хваткой и которая теперь работает только с героями И мы видим, что этот апдейт в целом сказался положительно на билде через все поглощающее пламя Но несмотря на это Владыка Греха потерял на общем фоне почти 2.5% побед Малфуриону в том же патче переработали омоложение на первом И теперь цели для восстановления на одну меньше И мы видим, что талант стал самым популярным на этом уровне Но парад планеты остался не менее популярен и в успеваемости проигрывает омоложению лишь 1% В целом у Малфа остался хороший винрейт в 53% И эта переработка таланта почти никак не повлияла на этот показатель Стешку в первую очередь сделали перестановку талантов 13-й поменяли местами с 16-ми Также апнули сшивание на первом, сделали его чуть эффективнее А мясницкому крюку убрали ограничение в 4 секунды на применение автоатак во время действия эффекта Со своим апом талант сшивания популярнее не стал Да и заметно проигрывает своим альтернативам К сожалению, с мясницким крюком дела обстоят абсолютно так же Как это ни странно, но винрейт стежка остался неизменным Эти изменения никак не отразились на нем И общий показатель успеваемости героя по-прежнему ниже 50% Заре апнули седьмой уровень, особенно ювелирную точность В зоне отчуждения на десятом увеличили радиус действия, а ап ульты слегка переработали И как раз таки баф радиуса зоны сделал этот ульт эффективнее Но в лейтгейме улучшение гравитона по-прежнему выглядит сильнее Хотя и обновленная расчистка местности теперь выглядит по-настоящему полезной Но несмотря на это, кд щитов и талант гренадер играют заметно лучше своих альтернатив За последнее время сама Заря немного прибавила Ее процент побед вырос почти на 2%, но до сих пор он ниже 50% Но если взглянуть конкретно на лиги уровня Алмаза выше, то там у этого героя винрейт далеко за 50% Рейнору в патче 49.3 апнули все таланты первого уровня А в патче 49.4 ему понерфили бонусный урон от таланта Тулс в рукаве В целом все таланты играют довольно успешно Но несмотря на нерв, Тулс в рукаве по-прежнему приносит победы Рейнору чаще, чем опытный стрелок При всем при этом через Тулс и играют в два раза чаще Даже нерв Тулса не помешал Рейнору прибавить успеваемости Доля побед выросла почти на 1,5% Текущий же патч 49.4 принес бафы для Андуина Апнули добродетельность на первом, связующее исцеление и божественную звезду на седьмом Ключевой баф сердобольного лекаря и изменения для светоштормграда Начнем с первого уровня и тут мы видим, что несмотря на ап добродетельности Дерзкий план играет по-прежнему лучше Бафы на седьмом не помогли никак изменить ситуацию Благодатное исцеление остается самым эффективным талантом на этом уровне Зато баф сердобольного лекаря прибавил успеваемости этому таланту Он стал выигрывать чаще и стал хорошим конкурентом своим альтернативам на этом уровне Изменения для светоштормграда кардинально не отразились на популярности этого таланта Играет он хорошо, а вот берут его по-прежнему очень нередко Со всеми этими изменениями на общем плане Андуин прибавил пару процентов в свой показатель побед Который, к сожалению, откровенно низковат Империю в текущем патче бафнули пронзающий свет на первом Жажду битвы и только вперед на четвертом Подняли урон сиянию славы на седьмом Жалкие смертные на тринадцатом стали эффективнее Как и неотвратимые кары и клеймо Солариона на двадцатом И баф пронзающего света не сильно прибавил таланту популярности Но играет он по-прежнему хорошо Чего не скажешь про самый популярный талант на этом уровне Бафы на четвертом не оказались столь эффективными Ибо броня властителя по-прежнему самый сильный талант на этом уровне Остальные же изменения явно пошли на пользу героя Таланты стали популярнее и теперь играют намного увереннее Особенно клеймо Солариона Хоть Империю никак не нерфили Герой стал выигрывать реже на один процент Думаю, всему виной именно эти бафы Ибо повысилось внимание сообщества к этому герою Ну и конечно же реворк Зула Который принес немало интересных извинений С которыми ты можешь ознакомиться в моем обзоре патче 49.4 Реворк получился успешным И сейчас трудно выделить что-то конкретное Ибо на всех уровнях высокая конкуренция среди талантов При этом все они играют довольно уверенно В целом переработка сильно сказалась на успеваемости героя Винрейт некроманта вырос аж на 14% И приблизился к отметке в 65% в целом А прежде чем мы перейдем к топам самых сильных и слабых героев в каждой лиге Где мы также взглянем на успеваемость самых популярных героев И тех героев, которых чаще всего блокируют Хочу напомнить тебе, что скоро Ходз ждет крупное обновление Которое принесет нам новый ивент с греческой тематикой И возможно нового героя Поэтому делись в комментариях своими ожиданиями от следующего обновления Подписывайся на канал, если ты еще не с нами И не забывай нажать колокольчик, чтобы не пропускать выход свежих роликов Далее переходим к топам самых сильных и слабых героев В рамках конкретных лиг А также самым популярным героям И результативности блокируемых героев на стадии драфта Пятерку самых слабых героев бронзи открывает кассия С 36% побед Почти на пару процентов хуже играет Гензи И рель ему уступает полпроцента Дихака расположился на предпоследнем месте с винрейтом в 33% А самым слабым героем в бронзе на текущий момент является Мидив С показателем в 32% Самый сильный герой в бронзе На пятом месте Рейнер с винрейтом в 48% На четвертой строчке Самура, который недалеко от него ушел На третьей позиции Керриган с положительным винрейтом А на второй строчке уже оказались Викинги с 55% побед Самым успешным героем в бронзе оказался Зул С высоким показателем в 58% побед Чаще всего в бронзе банят Смертокрыла и Кельтаса Винрейт первого составляет почти 45,5% А процент побед второго ниже на 2% Самым популярным героем в бронзе является Лимин Но ее винрейт далек от пяти сильнейших Всего лишь 43% Также особой популярностью здесь пользуется Джуанна Винрейт которой составил 45% Пятерку слабейших героев Серебра открывает Тралл, который имеет почти 45% побед На пару процентов хуже играет Заря А еще на пару процентов хуже играет Медив Дихака занял второе место с конца с винрейтом в 36% А самым слабым героем Серебря стала Ирель Винрейт которой ниже 31% Топ самых сильных героев в этой лиге открывает Загара с высоким показателем в 57% На четвертой строчке расположился Рексар с процента побед равным 58,5% На процент лучше играет Каразим Уверенное второе место за королевой Клинков И самым сильным героем в Серебре на март 2020 стал Зул 64% побед Самые популярные баны здесь такие же, как и в Бронзе Смертокрыл и Кельтас Винрейт первого превышает отметку в 51% А вот процент побед Келли чуть-чуть не дотягивает до 50% Чаще всего в Серебре пикуют тоже Лемин и Джуанну Но в отличие от Бронзы, винрейт здесь у них положительный Переходим к золотым дивизионам Медив открывает наш топ слабейших с 43% побед Тасадар расположился ниже, чуть-чуть отстав от Хранителя А Ханза сегодня на третьем месте с конца С небольшим отставанием от него на втором месте, не сказать, что закрепился, Иллидан Ибо самый слабый герой на сегодня в золоте отстал от него всего на 0,03% И это Гинди Пятерку сильнейших здесь открывает Моралес С высоким показателем в 60% На полпроцента впереди оказались Викинги А третья строчка вновь за хилом И это Вайтмейн, от которой недалеко ушел и чугал И самым победоносным героем в золоте сегодня является тоже Зул 65,5% побед Популярные баны здесь такие же, как и на рангах ниже Смертокрыл и Кельтас Ну а чаще всего здесь также берут Лемин и Джоану Но к ним здесь уже присоединился Зул Пятерку слабых героев Платины открывает Гулдан Ниже расположился Медив, отстав от него на пару процентов На полпроцента хуже играет Гинди А второе место с конца здесь уже за новой Худшим героем в Платине сегодня можно считать Тасадара Герой выигрывает очень редко, лишь 35% побед Пятерку сильнейших открывает Мясник Почти 57% побед Малфорион на четвертой строчке Рексар, перевалив за 60% побед, занял третье место Чугал в Платине играет очень уверенно 63% побед Ну и самым победоносным героем в Платине сегодня является опять же Зул 66,5% доли его побед Несмотря на то, что здесь также популярные баны Смертокрылый Кельтас Здесь уже активно начинают банить Зула Гороша, винрейт которого, как и у Келли, ниже 50% И Жуанну, которая играет чуть слабже дракона Чаще всего здесь пикают известную нам уже троицу У всех положительный винрейт Алмазная лига Пятерку слабейших открывает Кассия 44,5% доли ее побед Дихака на четвертом месте с показателем в 43% побед На процент хуже играет Нова Немного ей проигрывают воспеваемости Гензи А вот самый слабый герой в Алмазе сегодня это Чугал С очень низким процентом побед равным 32,5% Пятерку самых успешных героев в Алмазе открывает Джуана С высоким показателем в 57,5% побед На полпроцента лучше играет Керриган Чуть успешнее ее оказалось Вайтвейн Тиран даже опережает Верховного Инквизитора Закрепившись на второй строчке И вновь самым успешным героем стал Зул С высоким показателем в 66,5% побед Смертокрыла по прежнему банят чаще всего А также популярными банами здесь являются Зул и Горош Винрейт которого еще ниже чем в Платине В Алмазе так же часто как и в других лигах пикают Лемин и Джуану В этом топе к ним здесь уже присоединился ЕТСЕ С положительным винрейтом Вот подобрались до Мастеров и Элиты Где пятерку главных аутсайдеров открывает Чугал 41,5% побед Чуть хуже Огра играет Гулдан Ниже которого расположился Декарт Второе место с конца в Мастере принадлежит Артанису Ну и слабейшим героем на сегодня в Мастере является Дива Которая выигрывает реже Артаниса на 4% Пятерку самых победоносных героев в Мастере открывает сразу пару героев Это Самура и Рейнер с высоким винрейтом в 60% На полпроцента успешнее оказался Мясник А еще на пол вновь пара героев Чень и Заря Уверенное второе место за Элитаном Почти 64% доли его побед Ну и неоспоримым лидером во всех лигах Включая Мастер Стал Зул Сегодня этот герой выигрывает чаще всех остальных В Мастере его показатель побед перевалил за 66% Несмотря на то, что баны в Мастере самые насыщенные Смертокрыл здесь также бан номер один Также часто банят здесь Зула Горош, винрейт которого и в Мастере ниже 50% Анну, которая играет очень успешно 57,5% доли ее побед И Джуана, которая чуть меньше успешнее, чем Анна Чаще всего в Мастере пикают всю ту же троицу Лемин, Джуана и Зул Также здесь довольно часто пикают Седак Рива Винрейт которого 55,5% И ЕТС Который играет на пару процентов успешнее Воргена Делись своим мнением в комментариях касательно представленной информации Подписывайся на канал, если ты еще не с нами И не забудь влепить свой душевный лайк А также становись спонсором канала Это поможет мне создавать контент по ходцу для тебя гораздо чаще С тобой был Арго и до встречи в Нексусе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok